всем привет ребят сегодня плановый брифинг для брокера маркет но сперва хотел бы поздравить вас всех с наступившим новым годом со всеми праздниками и хочу пожелать чтобы в этом году вы стали намного лучше и результативнее чем были в предыдущем пусть у вас все получится из того что вы желаете а желать нужно нужно иметь цели нужно иметь стремление здоровье вашим близким лично вам ну и чтобы трейдинг ваш наконец-то начал приносить деньги если он еще их не приносит или если приносит то чтобы приносил больше и с гораздо меньшими рисками сегодня что сегодня смотрим валюту сегодня смотрим рынок акций сегодня смотрим сырье брифинг будет продолжительным так как был перерыв на праздники я уже вчера подготовил все графики и сегодня нужно с ними разобраться давайте перейдем сразу к нашей привычной работе и посмотрим что же получается как обычно сперва посмотрим на закрытые на открытые позиции так как были праздники то на текущий момент времени открытых позиций естественно быть не может но были закрытые позиции и в частности это сделка по евро доллару сделка по евро доллару которую я рассматривал как лимитный ордер затем была идея его убрать но я увидел что происходит очередной импульс и решил все-таки позицию оставить о чем в принципе впоследствии не пожалел если кто помнит идея была работать от позиционной области по пересечению тренда и позиция была открыта практически на максимуме импульса закрыл я с приоритетом один к двум а если быть точнее один к двум целым трем десятым закрыл позицию по take profit и решил в рынке не оставаться да как все таки идет восходящий тренд локально и рисковать я в свою очередь не стал сюда внимание не обращайте это я случайно мимо кликнул на эту панель когда настраивал инструменты в итоге случайно открыл короткую позицию скрывайте эту панель скрывайте ребят эту панель чтобы не было подобного я сразу же ее закрыл не стал я ждать пока уйдет в ноль подумал что может сделаться только хуже и сразу же без эмоционально от всего этого избавился прошлый месяц соответственно тоже был у нас довольно результативным давайте на него посмотрим декабрь девятнадцатого года я вкратце и затем сразу же перейдем к новому анализу тоже прошлый месяц получилось закрыть хорошую прибыль и опять же у меня все это фиксируется и если посмотреть на прошлый год то вы обратите внимание что у нас убыточный месяц из мониторинга только один это здесь два процента минуса это мои попытки внутри дневной торговли которые были в плане эксперимента и соответственно минус должен быть один процент в октябре то здесь я с ребятами тренировался кто может быть из вас помнит в открытой комнате это было совершенно бесплатно можно было зайти посмотреть я пробовал внутри не отторговать но так как я среднесрочный кто получилось у меня довольно плохо я решил не испытывать судьбу не завышать просадку и закрыл этот эксперимент ну и в частности все месяца следовательно в плюсе этот месяц я тоже начал закрытой положительной сделки естественно что все это проверено под мониторинг с просадками со всеми доходностями давайте теперь перейдем к непосредственно анализ сегодня кстати хочу добавить еще и от рассмотр рассмотрение доллар гривна и доллар рубль так как многие из вас просили на естественно затронем снг и естественно все основные валютные пары по индексу по индексу из основной зоны вариативного спроса все таки цена вышла вверх следовательно сейчас можно искать продолжение движений если они есть на евро долларе в свою очередь если рассматривать длинные то это стоит делать только в районе 1 1070-1 10 зона спроса ближайшая имея при этом целевое значение порядка 112 50 либо смотреть на повышающийся хай смотреть в район даже наверное 113 пытаться отрабатывать там вариантов немного я со своей стороны все-таки ближе буду рассматривать на 1 1050-1 10 открытия длинных если будет что-то интересное по коротким я попробовал вторично одно и то же я работать не буду это уже гораздо рисковее когда видят все фунт доллар с ним проще в плане позиционирования но сложнее в плане входа здесь до конца непонятно где именно есть смысл покупать в конце месяца цена снижалась до зоны спроса я лимитный ордер не поставил не попал в позицию можно было здесь немножко посидеть в ней хороший был импульс если вы следили за брифингами этого ри вариацию рассматривал но лично не открылся сейчас здесь либо вариант повторно работать но ближе к нижней границе то есть смотреть в район 128 50-127 50 то есть брать область либо не работать в общем что касается максимумов сейчас сложилось зона 33 34 если вы используете какие-то фильтры для торговли то можете попробовать и с помощью фильтра отработать доллар иена вот здесь поинтереснее с одной стороны очень очень хорошим вариантом может быть покупка выше 109 50 может быть даже выше 110 здесь очень сложно сказать где именно но так как идет импульс с этим нужно быть очень аккуратными импульс всегда препятствуют пробою изначальному импульс наоборот хорошо работает на отскок если взять выборку исключение из правил бывает всегда но если мы возьмем выборку ситуацию то вы поймете что после импульса чаще всего либо затухание движения либо отскок поэтому смотрите в район 109 50 110 если вы увидите ложный пробой а увидеть его не сложно задача любого ложного пробоя это начать движение под уровнем выйти за уровень соответственно собрать стоп лоссы и вернуться обратно под уровень таком случае вы будете иметь представление о том что собраны стопы это возможно накопление позиции и возможно избавление от лишних пассажиров поэтому на ложном пробое просто берете и открываете short позиции это интересно что касается закрепления это позиционная идея если вы в течение 4-6 дней увидите стагнацию подобного плана под уровнем и после этого цена закрепиться выше 110 выше 109 50 качественно пробуйте покупать это может быть очень и очень хорошей идеей на нее я возлагаю большие надежды и в плане ложного пробоя и такой вариант не подходит и вариант на закрепление аналогичным образом по доллару франку если быть точным то здесь мы сейчас спроси но кто в позиции держите у вас есть потенциал движения как минимум до 99 а еще лучше до паритета но я бы все-таки склонялся в район 99 98 90 что касается возможного более глубокого падения вариант есть естественно но в таком случае его тоже нужно как-то прорабатывать а проработать его можно от зоны позиционирования 95 80 наверное можно взять 95 60 а стоп 94 60 то есть мы берем 100 пунктов следовательно риск но претендуем на неплохой паре приоритет в район 98 достаточно для этой ситуации вполне если ваш опять же торговый алгоритм предполагает возможные входы на один к двум если вы торгуете больше 50 процентов прибыльных позиций вы можете вполне работать на один к двум для этого и существуют такие вещи как мониторинге здесь вы можете увидеть такую вещь как предполагаемое ожидание от каждой сделки если она у вас положительная если она достаточная в процентном соотношении вы можете где-то быть более гибкими по коротким с франком сказать ничего не могу золото тоже очень и очень интересно и мне в частности позиционная покупка преддверии ожидаемого кризиса как вариант люди пытаются уберечь свой капитал и золото очень часто является убежищем для подобных ситуаций если возьмете корреляцию с индексом то обнаружите что при падении индекса очень часто растет золото и мы в свою очередь готовы попробовать 1480 тире 1445 это зона общего спроса среднесрочная ее можно разбивать на половину то есть пробовать 1460 тире 1445 это можно сделать и таким образом но однозначно это очень хорошая зона спроса которую можно либо фильтровать по вашим тактикам либо просто работать по уровням как я буду делать доллар рубль продолжает падать и это немножко необычным то есть свою очередь зона спроса была очень неплохой позиционной и я рассматривал вариант того что все-таки потенциал движения отсюда может быть хотя бы какой-то откатный до 63 с половиной цена продолжает падать намеков на какое-то восстановление пока нет то есть сама цена формации никаких не дает здесь зона на формации нет и здесь вариантов несколько относительно коротких я бы все-таки был аккуратен да у нас есть потенциал падения вплоть до 59 вплоть до 59 вплоть до 59 но здесь довольно тяжело будет войти в короткую если и пойдет движение очень дерганный график а вот ловить откаты это куда проще и поэтому если кто-то из вас следит за доллар рубль если вы увидите значение 59 58 с половиной ищите длинные короткие можно искать на откате это будет более безопасно откаты в данном случае это 63 с половиной тира 64 с половиной это зона коротких зона спроса которая стала впоследствии предложением и здесь единственный может быть нюанс единственная корректива это в том случае если здесь будет на неделе структура ложного пробоя именно на неделе то есть нужно длительное тогда обнуляется ближайшая любая формация но тем не менее на 63 с половиной 64 с половиной можно все-таки понаблюдать тоже за ценой и попробовать отсюда зашортить новозеландец тоже очень интересен и на данном этапе это одна из идей которую хочется реализовать если быть точнее то сейчас самое интересное для меня это доллар иена золото и наверное новозеландец здесь 62 с половиной 63 едва точнее 64 едва 63 едва вот так эта зона очень хорошего спроса позиционного характера учитывая то что прошло восстановление и цикличность у нас позиционная то можем претендовать и на максимум этой структуры то бишь на 69 а может быть даже на 07 поэтому ближайшая зона 64 едва 63 едва торгуется в длинную отлично и как вариант стоит посмотреть канадец особо сказать нечего сказать нечего потому что сама структура не совсем ясна и здесь нужно наверное ждать закрытие недели если все-таки на неделе мы видим здесь некое восстановление мы получим зеркальную структуру то есть цена закроется выше 30 с половиной то можно с новой недели искать длинные позиции пробовать претендовать снова в район 33 не особо волатильный инструмент на данном цикле но смотрите внимательно выше 30 с половиной неделя будет закрываться с новой недели ищем длинные вот и все что можно здесь порекомендовать но вариант вполне себе неплохой что-то я пролистываю потому что кое-какие варианты меня изначально не устраивают еврофунт это та сделка которая в прошлом месяце перенесла очень неплохую прибыль и здесь есть снова варианты и эти варианты открываются выше 85 с половиной выше 86 наверное все таки стоит посмотреть на 86 если цена будет торговаться выше 86 то есть вы увидите закрепление по дневному графику вы увидите несколько дней может быть про торговки то ищите длинные от 86 потенциал до 89 до 88 с половиной то есть при наличии стопа на часовом таймфрейме вы получаете очень хорошую структуру которую можно отработать нефть wti или же сел здесь очень и очень непростая структура и на данном этапе я знаю что многие интересуются торговли нефти кто-то пробует торговать газ но я рекомендую воздержаться здесь очень много можно наловить убытка пробуйте работать более простые модели в плане графика в плане отбора графиков я специально провожу research каждую неделю пересматриваю перестраиваю анализирую какие-то подводные камни нюансы для того чтобы отобрать только то что приносит прибыль и я живое доказательство тому что все эти вещи работают потому что я это делаю не просто в своем терминале но делаю это под вашу публичную под ваш публичный анализ делаю это под мониторинг и можно всегда понять что эти тактики свою очередь работы тем более что я использую минимально возможные риски я на каждую сделку беру риск от 0,5 до 1 процента в зависимости от ситуации то есть если аналогичным образом повысить риски в два раза то и доходность вырастет в два раза повысить риски в три раза доходность вырастет в три раза но нужно понимать что в таком случае при убыточной серии будет тяжелее восстанавливаться но сейчас не об этом bitcoin спрос зародился в районе 7-6 с половиной тысяч поэтому повторное значение ритес спроса можно рассматривать и анализировать если в районе 7 6 с половиной вы снова увидите что-то похожее на намек покупки рассматриваете bitcoin и альткоины это неплохая может быть структура дальше давайте гривна наша любимая гривна которая рубль посмотрели гривна очень и очень неплохо усилилась если вы видите то начиная непосредственно завершение выборов такая получилась структура лексическая начала гривна укрепляться особых причин я честно говоря не вижу то есть на самом деле ни технических не фундаментальных причин серьезных для продолжения укрепления гривны скорее всего нет и учитывая то что на следующий год прогнозируемый курс заложен гораздо выше можно рассматривать текущей области спроса как неплохой вариант покупать доллары это неплохой вариант покупать долларов вплоть до 22 с половиной то есть у нас начиная с 15 года курсов 21 22-24 21-24 не было поэтому можно брать разрез как мы это делаем в любой другой структуре мы берем разрез 22 с половиной и если мы увидим 22 с половиной да даже вплоть до то что по 24 это неплохое значение но 22 с половиной это отличное значение для того чтобы покупать доллар 22 с половиной тире 21 это может быть отличная идея и технического характера и идея спекулятивная и идея возможно более среднесрочная для тех кто торгует не то что торгуют для тех кто использует реальные валюты может быть у вас есть идея какая-то в последующих покупках и так далее то это неплохой вариант немножко приумножить свои средства с двадцати двух с половиной до двадцати восьми вполне может вырасти курс это отличная идея для того чтобы на ней заработать ну а теперь s&p стагнация никаких предпосылок для падения опять же предпосылки и падение это наверное в отношении рынка акций не совсем сравнимые и логичные понятия потому что падает тогда когда никто не ждет чаще всего и те ребята которые все еще топят за кризис которые шартили начиная с 2 900 снп я им не завидую потому что сейчас 3 200 некоторые акции вылетели в космос и люди которые в шортах они очень и очень по этому поводу недовольны я по-прежнему не отклоняюсь от своего плана можно предварительно если вы все-таки ищете какие-то идеи на подборе смотрите в район 300 350-300 смотрите туда если индекс падает подбирать и какие-то бумаги коррекционно 350-300 это тоже вариант коррекционных позиции и основной среднесрочный вариант которого многие будут бояться потому что если рынок упадет на 3 2 900 то в этом случае на рынке будет некая паника но я закладываю в эту идею это случай срабатывания в этом году может быть ключевая идея которая прокормит весь год 3 2 950 2 900 зона где нужно покупать все что хорошо просела из того что росло из того что падало не надо ничего покупать то что сейчас растет случае падения рынка начнет тоже проседать и вот нужно будет выбирать портфель в районе 6 10 бумаг брать их и на этом работать вот такие вот сейчас дела ребят если вам интересны мои брифинги если у вас есть какие-то пожелания по брифинга может быть хотите какие-то теоретические материалы пишите в комментарии всех услышу со всеми пообщаюсь всем спасибо за внимание всем пока